Еще и вышивать могу, и на машинке тоже. Снова здравствуйте. Продолжаем тему освоения и изготовления автогенератора для вихревой медицины на микросхеме ТДА-7056А. Опять напомню, чтобы обязательно посмотрели мои предыдущие видеоматериалы для понимания происходящего. А то те, кто не в теме, будут снова в непонятках. Сейчас замерим один из важных параметров. Это возможная температура нагрева микросхемы и радиатора. Посмотрим, достаточно ли такого радиатора. Вот как этот. Размер у нас 33, 32 на 10. Вот там такой радиатор стоит. Я специально его накрыл. Где-то сейчас он находится в таком состоянии. Можем посмотреть, что у нас напряжение 12 вольт. 0,12 ампера ток потребления. То есть это меньше 2 ватт входного потребления. Выходное, естественно, почти в 3 раза меньше. То есть где-то здесь 0,6-0,7 ватт на выходе. Ну вот у нас светятся тут индикаторы чисто статические. Это тоже, если помните, я уже показывал, что это тоже индикатор статический. Ну, это уже радиоиндикатор. Это то, что у нас гибрид. И вот на такой микросхеме, на такое именно платье и вот такой вот схеме, которую я в прошлый раз показывал в прошлом выпуске. Вот у нас такая плата работает. Сейчас я замерю температуру. Вот сперва пакетик замерим. Поднимем-ка схему. 40. Да, чуть больше 40. Это пакетик от китайских. Пакетов. Которых заворачивает по ссылке. Так, смотрим. 58 градусов. 59. Сама микросхема. 61. Раскочил. Ну, чуть больше 60. Сама микросхема и радиатор. Это когда я полностью ему самый худший вариант устроил. То есть, в течение часа вот на этом напряжении, на этом токе, микросхема находилась в полной изоляции тепловой. Вот, если мы ее сейчас вот так вот оставим на некоторое время, она, естественно, остынет заметно. Ну, 60 градусов, в принципе, в очень замкнутом пространстве. Это, в принципе, нормальная температура. Не сильно страшная. Но, если кто-то считает, что это многовато, можно радиатор, конечно, побольше. Там 40 на 40 и там 10-15 миллиметров толщиной. Тут, как бы, места должно быть достаточно. Вот, пока у нас вот именно, сегодня замеряем только именно этот параметр. Потому что мы будем заниматься сегодня сборкой плат универсальных. И полностью раскладочку, как, что, куда идет. Вот, еще раз показываю статический индикатор, как работает, к сожалению, подсветка сильно. Да, вот приходится. Сильно засвечивается. Так, вот с этим понятно, да? Вот сейчас посмотрим. Немного остыло. Вот уже 50, 55, сама микросхема. Ну, почти на 10 градусов меньше, когда уже более-менее открытое пространство. Когда будет находиться в каком-то корпусе, ну, это будет где-то 55, ну, до 60, наверное, будет доходить. Вполне приемлемая температура. Но, естественно, можно радиатор побольше. Значит, вот как она у нас работает. Это, я уже демонстрировал эту плату. Когда вот показывал вам гибрид. Значит, из чего, как я уже говорил, у нас эта плата состоит. Сама плата универсальная. Вот она разрезанная на четыре части. Можно вот так сложить. И оказывается, что она состоит из четырех частей. Тут, как я говорил, уже проводники перемычки по 5, 5 и 3. Вот, можете внимательно посмотреть. Ну, я, естественно, все скину, что надо. Все увидите. Где, как покупать. Да, я уже и сбрасывал в прошлый раз. Уже, наверное, кто-то и закупился успел. Единственное, что какой тут нюанс получается, что если ее делить на четыре части, то зеркальное отражение вот этой части и вот этой части. И получается, что вот где питающие шины, здесь получается левая сторона, здесь получается правая сторона. Но я потом объясню, что и как. Это все не страшно для нас. Так, вот это мы отключаем. Значит, что я хотел бы еще показать здесь. Потому что потом перейдем на экран и будем там разбираться. Значит, для разных вариантов, когда применяется вот этот генератор, автогенератор, существуют разные блоки питания, которые можно применять. Вот у меня целые наборчики всякие. Вот это самый простенький блок питания. То есть, для чего? Это чтобы, например, в одном корпусе. Вот, например, вот такой корпус. Это обычная коробка. Электротехническая, которая на линейке ставится. У меня их куча всяких разных, я вам тоже сейчас покажу. И вот, примерно, сюда можно разместить и вот эту плату, и, например, блок питания. Или сбоку, или... Ну, это уже дизайн не важен. Можно такую плату блока питания. Это вот 220 на 12 вольт. Но вот это вот самый минимальный вариант. Он 450 мА выходной мощности. Конечно, используют на крайних мощностях. Вообще, такие блоки питания, особенно китайские, естественно, это китайские. Не стоит. Но так как здесь, сами видели, ну, максимум 0,15 ампера, поэтому перекрытие в три раза. Она более-менее работает нормально. Эта плата. Вот этот блок питания 1 амперный. Тут вообще запас большой, хватает всего. И тут с фильтрами более в порядке. Ну, схема более развитая, чем там. Ну, и стоит он, соответственно, почти в два раза дороже. Вот еще один вариант блока питания. Это если, например, вы хотите запитывать его от 220 вольт. Если, например, хочется все-таки запитать от USB, как я часто тоже так делаю, то я обычно в таких случаях применяю преобразователи повышающие. Вот, к примеру, три варианта. Это самый серьезный. Он на пару ампер. То есть запас у него большой. Надежность высокая. Его хватает. То есть, ну, повышающий преобразователь. Должны знать. Вот сюда, например, 5 вольт от USB подаем. Здесь накручиваем. Сколько надо, получаем вот 12 вольт, к примеру. Вот этот вот преобразователь попроще. Тут-то большая микросхема. И мощный, соответственно, этот. По идее, заявляется на 2 ампера. Но на самом деле, тут даже на 0,5 ампера он, в общем-то, не очень хорошо работает. Но, опять же, при 0,12 здесь 0,15 вполне достаточно этого. Но надо учитывать, что если экспериментировать, что-то делать, то они любят гореть. То есть, этого надо ставить и все. И не трогать. Вот это такой же, только сокращенный вариант. Более уплотненный почти в два раза. Это если у вас места совсем нет. Вот, например, вот такой же, опять же, линеечный корпус электрической системы. Вот здесь вот, в таких вот я, например, размещал и вот такую плату, и вот, например, такой или такой генератор. Вполне хватало и выключатель, и индикация, и разъемчики. Все помещалось. Вот вам, пожалуйста, и такие корпуса, и вентиляция. Все имеется. И вот такие шикарнейшие корпуса прямо. Вот тут у меня даже есть на нее готовая заготовка, чтобы закрыть. Тут тоже вентиляционные отверстия, очень четко все вот сюда можно с блоком питания свободно, еще кучу всего размещать сюда. Вот такой же вариант, только в два раза тоньше. Тоже вот. Это я примеры просто вам привожу, что вот можно прямо под руками взять. Оно стоит там по два, по три доллара вот такие вот. Вот это около двух долларов стоит. Вот это вообще то же самое, что и это. То есть здесь вот тор гибридный. А вот сюда, например, можно разместить и то, и, к примеру, то вовнутрь. И еще и хватит на переключатели, на индикаторы, на разъемы. Вот вам готовый этот прибор для пользования. Это чтобы не мучиться с корпусами, потому что, как я смотрю, некоторые делают, там, третий-принтеры покупают, на них там чего-то в органе. Зачем это нужно? Вот такой корпус. Ну, правда, я вот уже тоже показывал как-то. Вот, разместил сюда три индикатора, аккумуляторы, измерительный прибор. Ну, какая разница, что сюда можно разместить, что угодно. Теперь дальше. Насчет генераторов. В принципе, меня там сколько расспрашивают. Я хочу пояснить одну систему с этими генераторами. Вот, например, видите, у меня тут всякие генераторы. Вот, есть и такие, и такие. И эдакие. В общем, хватает. Можно еще какие-то генераторы. Тут стационарные люди применяют. Я просто хочу сказать, что не маялись дурью. Не надо никаких генераторов. Все это вот лишнее. Это вся возня. Вам нужно как? Вы включили и забыли. Это все вполне удовлетворяет. Оно и настраивается автоматом. Если вот здесь вот есть режим стабилизации, режим работы, то все тоже, значит, стабильно работает. Там нагрев, не нагрев, температура, напряжение, что-то там скачет туда-сюда. И вот все нормально. И не надо придумывать вот всяких этих вот, мне там тоже вопрос задали под 2206. Ну, да, есть такой генератор. Во-первых, он слабенький. К нему, соответственно, надо еще ворганить усилитель. Он не автогенератор. То есть, значит, надо мучиться с настройками. Каждый раз вы меняете катушку. Что-то там еще приложили к телу. У вас поменялась частота. Зачем это все надо? Вот. Автоматом все отрабатывается. И, как практика показывает, очень все надежно и хорошо. Зачем что-то придумывать? Он тоже тут генератор и все-таки. Другое дело приспособить вот к этому автогенератору, так как я говорил вам про управление, что тут есть на пятой ноге управление. То есть, там можно регулировать. Или регулировать, или единицу-ноль подавать. Вот, например, есть на 555 микрушке таймер. Ну, знает, ради любителей. Стоит полдоллара. Вот здесь готовый таймер. Можно поставить, какие нужны частоты. От герц до сотен килогерц. Ну, сотни нам не надо. Нам нужно герц, например, промодулировать. Вот эту, например, частоту. Например, там 24 герца, там, или 22 герца. Есть частоты, которые для онкологии хорошо их использовать. Вот, например, вот такой генератор можно модулировать им. Вполне, что он тут место мало занимает. Напряжение как раз 12 вольт у него нормально. Вот, есть такая штучка. Ее практически не видно. Вот эта платочка. 12 на 12 миллиметров. Это таймер. От двух секунд до часов. Вот, какой резистор подвесите сюда. Есть таблица специальная. Вот он, этот таймер. Ну, правда, единственный недостаток, он работает от 2 до 5 вольт. Поэтому к нему надо будет в стабильтрончик еще. Потому что здесь 12 вольт. В дэновском, да, можно там, у дэна, например, есть 5 вольт потребление. Вот, чем я и говорю, дэновский. Единственное, что чем хорош, что его прямо в USB можно вставлять. И, вот, например, этот таймер поменять. А этот таймер работает. Ну, я не буду показывать, может, если захотите, потом покажу. Сейчас не буду. Вот, и этот таймер, он и ничего не потребляет. И в то же время, вот, можно управлять, опять же, включением-выключением. Вот, кому, например, любит засыпать всегда под эти дела. Вот, на полчаса, там, раз, и включили-выключили. Это вот такие вариантики, всякие разные, мелочные. Опять же, у меня вот тоже там некоторые дергают, типа, вот, печатная плата. Надо сделать, может, какую-то выложить. Зачем? Если вы выпускаете массово, вот, есть те, кто выпускает, кто на этом деньги делает, зарабатывает. Это, как говорится, на здоровье. Ну, они сами себе сделают плату, какую им надо, для ихнего корпуса, по ихним желаниям. Там какие-то еще навесные детальки, вот, типа, таймеров, там, что угодно. Может, там, Ардуин куда прицепят, там, еще что-то, индикаторы какие-то. То есть, ихнее дело. Они сами себе собрали, рассчитали, отдали им сотню, там, другую плату этих наделали, и все. А тем, которые делают по одной, по две, по три штучки, вот, зачем вам готовая плата? Доставать ее где-то, вы дольше времени убьете, чем, вот, делать вот так, вот, как я вам показываю. Взяли универсальную плату, навесили, навесили, я вам сейчас покажу, как здесь это все решается. И все, и у вас все готово. Я в свое время, когда на заводе работал, да и не только на заводе, и после этого, и до этого, еще когда, и в детстве, у меня столько этих универсальных плат через меня прошло, это ужас. Столько проводов перепаял, столько с паяльником сидел. Вот, поэтому, я, например, наоборот вижу достоинство. Вам захотелось так деталь поставить, вы ее так поставили. Захотели сюда что-то навесить, навесили. А если у вас уже готовая плата, что вы там сделаете? Дырки сверлить потом, что-то там, сопли какие-то вешать. Тут нет, пожалуйста, вот. Причем, как я говорил, чем она хороша, что вот, стерлотекстолит, а не детина, кстати, чуть ли не бумажные, которые вот есть. Вот, типа, да, вот, как это. Хотя нет, это похоже на бумажную. Как есть, вот, другой я там вариант тоже скидывал, вот, ссылку давал на покупку такого, и есть там, которые чуть ли не бумажные. Но там совсем дешевые. Вот, а тут можно паять свободно, хоть 10 раз туда-сюда паять, держится все, площадки очень хорошо держатся. Естественно, конечно, если не 100-ваттным паяльником паяльникам паяльник, с Авдеповским. Вот, поэтому я считаю, что самое-самое оптимальное для такого случая, когда вам надо несколько штук сделать, и достаточно. Вот это вот вполне и нормально. То, что я сейчас вам и покажу. Так, ну все, тогда, значит, переходим к экрану. И я вам покажу, расскажу, объясню, как правильно раскладывать, вот, на этой универсальной плате все вот эти детальки. И как на будущее грамотно разводить вот это все, что есть. Рассмотрим расположение деталей на универсальной печатной плате. Я сделал определенные условные обозначения. Вот это все условности. Например, вот дроссель, площадки дросселя, которые идут по питанию, вот они тут. Входные и выходные площадки. Вот, например, индикатор по питанию, которого нету на самой схеме, но я тут поставил вот резистор и диод. Вот здесь, например, само питание, плюс-минус. Вот здесь управление микросхемой. Это ее выход. Здесь у нас индикация наличия сигнала при подключенной катушке. Вот полевой транзистор у нас с зелеными квадратиками. Диод вот такими резисторами. Красными кружочками все резисторы, площадочки. Конденсатор бирюзовый, ну, или синий. Вот это у нас перемычки. Вот, где две площадки, просто заливаем припой, и у нас получается здесь перемычка. Вот. Несколько перемычек. Значит, вот эти перемычки три. это если у нас левосторонние, где проводники по питанию на левой стороне. Если они проводники на правой стороне, я уже говорил в прошлый раз, что эта печатная плата делится на четыре части, и получается две по две зеркалки. Двух проводники по питанию у нас справа, и в двух слева. слева. Поэтому, если слева, значит, перемычки здесь напаиваем. Если справа, то необходимости в этом нет. Микросхема обозначается зеленым. Вот эти площадочки это от микросхемы, и дальше начинаем смотреть, как идет разводка. Начинаем по питанию. Вот у нас приходит питание на площадочке. Вот конденсатор входной, вот это дроссель, соответственно. Это все, конечно, так как у нас есть запас здесь проводниковый площадок. Не обязательно, чтобы именно так было. Можно и сюда, например, конденсатор, если он коротковат. Сюда, сюда, например, дроссель. Это уже без разницы, как захотите. Вторая часть дросселя выходная, вот здесь минус, здесь плюс. Можем тоже, то ли туда, то ли сюда. Конденсатор четвертый по питанию. вот это электролит по питанию. Перемычка на вторую ножку. Вот единственная перемычка, которая тут имеется в этой схеме. С третьей ноги у нас вход идет конденсатор C1. Вот это обратная связь, о которой мы говорили. R1 и R2 это токовый резистор. Вот это с него снимается выход уже на катушку и вот второй выход. это которая шестая нога. Четвертый у нас вот он появится перемычкой на общий. Седьмой тоже земля появится перемычка. Восьмой выход через C2 это у нас обратная связь для стабилизации режима через полевой транзистор. Вот у нас сюда приходит здесь вот то что для индикации у нас диод две площадки тоже можно или здесь площадку взять или здесь как если конденсатор длинноватый то можно вот этот конец сюда припаять. То есть тут можно играться и так и так как угодно. Вот диод который на обратную связь выпрямляет полупериод вот конденсатор который фильтрует резистор подстроечный один резистор подстроечный второй соответственно то что идет на индикатор резистор R7 это идет от полевого транзистора на подстроечный R4 ну и так далее. Я думаю тут разобраться очень даже совсем просто даже начинающим. Единственное что я хотел бы подчеркнуть для опять же начинающих потому что профи тут все понятно да и профи обычно сами все это сделают и не надо морочиться через меня. Это естественно все для начинающих но начинающие могут не знать нюансы по разводке правильной питания входов и выходов различных устройств. Вот сделаю маленький ликбезик. Значит когда мы через фильтр пропускаем плюс-минус питание фильтруем его это как я говорил правильно должны фильтровать то есть вот эти части они не должны соприкасаться ни с общим ни с плюсом уже с выхода этого дросселя значит выход дросселя так как он здесь паяется вот конденсатор один второй и сразу же идет питание на вторую и вот земля приходит на четвертый и седьмой теперь нюансы вот например если вам вдруг вздумается изгреб в голову вот взять вот это вот дроссель припаять например сюда вот у нас плюс вот у нас минус ну или сюда или сюда к примеру а конденсаторы у вас находятся здесь и микросхема находится здесь вот вот так делать уже нельзя иначе вы создадите возможные проблемы по именно помехе по питанию или у вас какие-то начнутся наводки вот например здесь маломощная цепь полевой транзистор здесь правда оно все не столь критично но тем не менее вот если вы возьмете вот эти проводочки припаяете сюда дроссель то получится что у вас питание будет фильтроваться только на краю соответственно вот это все проводники они будут находиться уже как своеобразные контура и шины на которых может хоть малый ток но все-таки высаживаться приподниматься из-за этого вот эти конденсаторы по фильтру свои функции которые они должны выполнять они их уже будут неполноценно выполнять поэтому есть такой естественно закон постулат что когда идут силовые цепи по питанию они должны сойтись вместе на конденсаторы и на соответствующую нагрузку вот как в данном моменте у нас микросхема то есть именно силовая цепь вот например плюс идет вот эта точка вот конденсатор один второй и питание идеально если вот раз два три четыре практически будут вместе то есть этот конденсатор например сюда а вот от дросселя вот прямо сюда это будет совсем идеально ну тут просто особо тут всего 100-150 миллиампер ток поэтому это не столь важно это просто я говорю когда понадобятся большие токи то есть полампера ампер здесь бы шел по этим шинам то уже надо было бы вообще желательно все сводить питание в одну точку и разводить соответственно то же самое и с землей то есть дроссель пришел прямо где-то сюда и вот это питание выходит именно на четвертую и седьмую ногу прямо отсюда а уже вот эти низкопотребляемые цепи уже можно и так пропускать то есть ни в коем случае например вот это питание вот опять же другой случай здесь мы развили правильно то есть от дросселя у нас питание подходит на конденсаторы напрямую практически но мы перемычку по питанию микросхемы взяли не отсюда а вот например вот отсюда ну естественно перемычки берем или например отсюда или даже отсюда вот здесь у нас уже возникает из-за того что проводник длинный уже у нас соответственно возникает некоторое напряжение ну малое но тем не менее оно может уже наводиться вот на эти вот эти чувствительные цепи поэтому старайтесь всегда сводить провода от питания конденсатора и то что поступает в нагрузку в одно место в одну площадку ни в коем случае не разводите где-то там вот например дроссель сюда микросхема сюда а конденсатор например сюда или наоборот конденсатор вообще сюда дроссель сюда микросхема сюда у вас гарантированно тут будут проблемы то ли у вас будут сильные помехи то есть вы синус так и не поймаете нормальный или у вас самовозбуждение будет серьезное ну сильно зависит от того насколько там поднимется приподнимется напряжение по этим шинам и то же самое с выходом вот выход генератора он тоже ну не сильно мощный но тем не менее по грамотному как правильно делать то есть вот выход один выход второй и соответственно вот этот выход надо как можно можно прямо вот сюда припаять вообще идеально конечно прямо на вывод микросхемы один но так как у нас здесь резистор вот этот токовый из которого снимается для обратной связи немножко напряжения вот тоже вот его можно тоже поближе сюда это поближе сюда и эту площадку тоже как можно ближе друг к другу ни в коем случае например резистор не перекидывать куда-то подальше чтобы он уходил а именно вот первая земля вот потому что это у нас земля и вот этот резистор казалось бы ну можно было сюда землю его цепануть можно было сюда сюда вот вот у нас все шина это все шина земли и вот по идее этот резистор можно было удобнее было бы к примеру вот сюда прицепить припаять но делать так не надо именно вот этот резистор так как через него вот выход микросхемы и через резистор идет прямо на нагрузку соответственно вот этот эта ножка резистора должна как можно ближе быть к выходу микросхемы то же самое выход уже с резистора должен быть как можно ближе к выходу на нагрузку уже как мы снимаем обратную связь то ли тут то ли тут то ли тут это будет без разницы но вот опять же если мы например берем вот этот резистор вешаем сюда обратную связь сюда а потом уже вот эту площадку вешаем сюда то это уже не совсем правильно ну в принципе тут не так страшно я говорю токи небольшие но тем не менее как делают все профессиональные конструктора которые правильно должны разводить и как я вот всю жизнь это делал то по идее вот этот обратный резистор ни в коем случае не должен находиться вот между нагрузкой и выходом вот здесь то есть он может находиться от резистора опять же хоть на каком-то расстоянии но главное чтобы он не попадал вот между вот этой и этой площадочками то есть где-то вот здесь вот не было ну естественно если эти площадочки будут удалены друг от друга и тем более его нельзя например вешать вот сюда это я говорю на будущее как правильно разводить силовые нагрузки и силовые переходы вот если у вас например будет более мощный генератор то требования эти будут соответственно увеличиваться то есть как можно ближе надо сокращать это если будете печатные платы сами делать там рисовать и так далее тут чтобы не разводили чтобы у вас не получалось что вот так вот у вас например земля шла там к микросхеме там какими-то обратными путями через всю плату само питание было совершенно в другом месте фильтр с ямкостями стоял совершенно в другом месте у вас будут проблемы это гарантированно вот так что вот тут все очень просто сложности абсолютно нет все можно варьировать в определенных пределах вот где пустые площадочки вот у нас как подстроечный резистор идет в принципе например этот резистор можно было бы поднять вот сюда раз два и этот сюда три вот выше на один шаг потому что здесь это все не используется что это что это вот это бы поднялось это все на пустая а уже для резистора вот этого можно было больше разгуляться куда-то но тут емкость если у вас она коротенькая то да можно поднять если так как емкость подлиннее то тут места мало может быть и так далее это уже по ходу в чем красота универсальной платы что вот вот пожалуйста вы можете так можете эдак можете по-другому все раскидать это ваше дело я вот вам предложил вот такую ситуацию вот такую конфигурацию тут я чисто условно обозначил с первого по 13 тут чисто условно с первого по 18 это все чисто условно опять же если вам например вам надо немножко сократить вот у меня есть там если вы заметили пару вариантов одна чуть короче другие длиннее там на сантиметр почти то вот например вот здесь вот можно если это у вас например правосторонние вот здесь проводники вы все здесь паяли то в принципе вот это если мешает можно обрезать а вот это все немножко сдвинуть сюда то есть играться можно по-разному вот примерно такая ситуация теперь еще немного по самим деталям значит резисторы могут быть абсолютно любыми 0125 025 ватта единственное вот этот токовый резистор минимум 025 05 ватта должен быть потому что 0125 может наверное подгореть вот этот электролит единственный может быть абсолютно любой единственное что желательно 25 вольт а не 16 потому что 12 вольт эти электролиты они обычно не очень хорошо себя чувствуют когда напряжение под край идет то есть желательно для надежности 25 вольт 1000 на 25 вольт соответственно сам конденсатор может быть любым так как у нас здесь нету никаких вторичных источников в данном моменте то есть это не не стоит во вторичном источнике где требуется повышенная надежность этой емкости обычные конденсаторы могут быть вот все которые по питанию и которые проходные разделяющие они все вот эти конденсаторы они могут и сведенные быть и керамические и танталовые ну единственное что бумажные не стоит во-первых места повышенную индуктивность имеют в принципе хватит вот таких хватает всяких конденсаторов обычных которые можно сюда лепить без проблем тут все не критично те же самые построечные резисторы тоже что сюда вставите то и вставите то и будете крутить все не столь важно диоды два диода обычные индикаторные то же самое что найдете под руками что будет то и вставите да еще многие мучаются от того что боятся в этих генераторах использовать по питанию именно вторичные блоки питания то есть импульсные или вот как например в том случае как я вам рассказывал что можно повышающие преобразователи применять они соответственно импульсные естественно они как бы дают помехи так вот вот этот фильтр эти помехи все убирает нечего тут придумывать что там будут наводки там синус будет влиять там какие-то гармоники это все ерунда это все догмы старых радиоэлектронщиков или даже типа вот как слышал звон да не знаю где он никаких помех никаких тут гармоник наводок все это мелочи я как-то постараюсь в одном из ближайших видео вам рассказать показать и про эти гармоники и что творится вот на этих катушках и так далее в общем будет еще разбор полетов и по этому поводу так что не заморачивайтесь все это ерунда любое вторичное блок питания пожалуйста применяйте повышающие если сюда надо чтобы 12 вольт получить значит применяете все это хорошо фильтруется все это убирается и все здесь по питанию должно быть чисто никаких проблем не должно подставлять и мешать этому генератору так ну и теперь то что в следующий раз значит у меня тут наметилось в связи с этими двумя последними выпусками по генератору и разводке я вам еще один сделаю лайфхак небольшой там будет наверное я думаю для некоторых даже интересно в общем пока говорить не буду через пару дней выпущу вам ролик покажу должно понравиться ну и там дальше все таки мне надо закончить как то со статическим электричеством вторую часть все никак не закончу не получается теперь вот такое еще объявление значит мне уже должны были выслать один комплект на тестирование значит ситуация какая я уже и много раз писал и там кто в скайпе кто со мной соединялся разговаривали о том что как вот какие комплекты выбирать какие что лучше я не знаю какие я без понятия мне эти комплекты сто лет не нужны были сами понимаете я сам делаю я сам занимаюсь и причем я знаю что я сделаю лучше чем кто бы то ни было тем более если какой-то промышленный образец который поставили на поток на конвейер оно всегда будет хуже чем то что я сделаю сам потому что я настрою я знаю что я делаю что я настраиваю а обычно вот эти вот которые выпускают уже на потоке они в 90% случаев даже не знают что они делают толком я как-то года полтора-два назад когда вот начинал этим заниматься как-то вышел тоже в ютубе на один канал не буду говорить с кем но в общем-то поругался потому что несли такую пургу что оно для чего как оно делает в общем рекламировали свой товар вот эти вот комплекты и гнали там такое что ну просто я уже не мог промолчать написал им поругал их они естественно на меня обиделись как всегда ну и так далее в общем люди сами не понимают они говорят не понимают о чем говорят путают термины говорят совершенно не то что оно делает а и как делает в общем нюансов хватает с ними поэтому естественно мне все эти комплекты не нужны были и я не знаю как они работают что хорошо что я не могу ничего вам рекомендовать для того чтобы я мог рекомендовать значит мне надо такой комплект получить на руки его разобрать посмотреть все параметры именно с моей точки зрения так как я это все понимаю и так как я знаю и как я вам это все преподношу вот в прошлые выпуски можете посмотреть соответственно как я вам все рассказываю как я объясняю как я исследования проводил основания что результаты и вот на основании своего опыта я могу конечно разложить все по полочкам все прояснить насколько эффективно они работают какой в них смысл посмотреть как их там делают насколько качественно и так далее но для этого мне надо комплект на руки получить а я же не буду их заказывать покупать они мне не нужны они недаром не нужны даже если я их сюда принесу скажут на бери пользуйся а я им не буду пользоваться они мне не нужны вот ну по крайней мере вот с кем-то одним я там договорился было не знаю пришлют не пришлют мне комплект один вот вот мне его пришлют с возвратом конечно я посмотрю все параметры сниму посмотрю насколько все эффективно насколько качественно сделано такие возможности вот и это я естественно на ютубе выложу полностью раскладочку там мы так договорились что если вещь будет качественная и ее надо будет оставлять потому что она же как бы гарантированная это же промышленный вариант гарантия на нее есть естественно я не могу разобрать если потом ну не вернешь поэтому договорились так что если там все отлично хорошо прекрасно работает то я тогда ее разбираю смотрю внутренности потому что все равно возвращать не надо будет вот но если она работает плохо и я докажу что основание что она все работает плохо и все не так и все не то и он тогда будет это дело возвращать то соответственно внутрь я залазить не буду потому что чтобы ну не снимать гарантию то же самое и для других могу сказать если шлаете посмотреть узнать на самом деле чем вас там подчуют другие товарищи пожалуйста можете мне прислать какой-то комплект варианты ну или какие-то части я не знаю или сам например генератор или сами вот эти вот там тор плоскую отдельно как хотите я это могу все у себя посмотреть проверить испытать выдать на ютубе для общего обзора и вернуть потому что мне я же говорю они мне не нужны пожалуйста на таком оставании можно это дело решить естественно пересылать туда-сюда за ваш счет еще не хватало чтобы я за это платил ну и последнее я так думал думал что уже наверное пора выходить на конференции еще наверное недельку другую и возможно я уже созрею буду вам вещать о том что на такое-то время на такой-то день на такой-то час мы с вами проведем беседу на ютубе на канале ютуба как конференция то есть чат типа попробуем такое естественно разговор будет только по вихревой медицине и там пообщаемся если что ну вот я думаю через пару недель все счастливо до свидания будьте здоровы до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...